Регуляторная гелиотина Решение запустить регуляторную гелиотину на уровне региона и муниципалитетов. Основной целью регуляторной гелиотины нашего региона должно стать исключение дублирующих, неработающих и нецелесообразных нормативных правовых актов. Старинные нормативы усложняют жизнь новым мануфактурам и артелям. Например, маленькое экологичное производство не сбрасывает ядовитых отходов. Но по советскому СанПину оно должно быть отгорожено километрами санитарной зоны. В этом случае заметно неразумное расходование территорий, которые можно застроить. От устаревших правил страдают и сами предприниматели. Элла Глебова производит сыры по итальянским рецептам. В наше время, чтобы варить пьемонт и горгонзолы, достаточно знать технологии и иметь правильный материал. Например, закваски для сыра продаются уже готовыми. То есть в заквасочном помещении сыровары уже не нуждаются. Но по старому правилу этот цех обязателен. Да, оно должно быть. Оно по нормам должно быть. А как вы решаете этот вопрос? Мы приходим и говорим, вот такие закваски. И если взять по нормативу, то, соответственно, мы не проходим. Но прогресс все равно давит, выдавливает эти старые нормы. И я думаю, что внесут в документы возможность использования подобных заквасок. А кто с вас требует вот такие заквасочные цехи? Ну, при стандартной проверке Роспотребнадзора, то они будут с нас требовать. И это один из примеров в несоответствии между правовыми догмами и современными технологиями. Под нож гильотина должны попасть 97 правовых актов, составленных в период с 50-х по 80-е годы 20-го века. Реформа вступит в силу 1 января 2021 года. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ.